Гастроэнтерологическая тема Пациенты, пациентки особенно, чаще всего даже может быть молодые, которые жалуются на какую-то сильнейшую нестерпимую боль в животе, какое-то вздутие, какую-то кровь в стуле Мы начинаем обследовать этих пациентов, вроде бы не находим ничего со стороны желудочно-кишечного тракта, начинаем внушать этим пациентам, что ничего у вас страшного нет, скорее всего это функциональная диспепсия или синдром раздраженной кишки А пациентка ходит и рассказывает о том, что у нее страшнейшие боли в животе, и дальше мы уже разводим руками и не понимаем, что с такими людьми страдающими делать И оказывается, есть такая нозология, это эндометриоз кишки, в основном это толстые кишки, мы сегодня будем об этом говорить, но оказывается эндометриозом может поражаться и тонкая кишка, и другие органы И для того, чтобы обсудить эту проблему, я сегодня пригласила в студию двух экспертов, которые занимаются лечением эндометриоза, в том числе эндометриоза кишки, уже много-много лет и очень успешно У меня сегодня в гостях врач-гинеколог Кабешов Александр Михайлович, здравствуйте, и врач-колопрактолог Гончаров Артем Леонидович Здравствуйте, большое спасибо, что пришли, надеюсь, у нас сегодня будет продуктивная дискуссия И наши врачи, гастроэнтерологи и терапевты станут лучше узнавать это заболевание и понимать, по крайней мере, какие методики мы должны использовать для диагностики И куда этих пациенток направлять, чтобы они дальше жили радостно и, может быть, сохранили свою репродуктивную функцию и здоровье желудочно-кишечного тракта Ну, давайте скажем пару приветственных слов нашим зрителям и начнем обсуждение проблем Да, Валерия Олеговна, я хотел бы поблагодарить вас за приглашение Действительно, деметриоз – это заболевание, которое носит мультидисциплинарный характер И, на мой взгляд, вполне уместно в гастро-клубе обсудить те вопросы, ту симптоматику, которую он может вызывать Но я как гинеколог, и, собственно, заболевание гинекологическое традиционное Все-таки это те пациенты, которые лечатся у гинекологов И гинекологи все-таки это, пожалуй, врачи первой линии, которые встречаются с этим заболеванием И я хотел бы буквально в нескольких штрихах рассказать вкратце о том, что это за заболевание Как, может быть, немножко коснуться его истории Собственно, само заболевание, деметриоз, как нозология В общем-то, этот диагноз, он появился в конце XIX века, в середине, в конце XIX века То есть Раньше об этом заболевании не знали Ну, вы знаете, если углубляться еще дальше Можно говорить о том, что, конечно, женщины всегда страдали деметриозом Более того, если говорить о том, что эндометриозом чаще Эндометриоз до середины XIX века назывался истерией То есть Истерия – это тот диагноз, который до 1992 года присутствовал в МКБ То есть он накладывал определенный отпечаток на пациентов То есть такое пограничное состояние связано Им часто занимались психиатры То есть, по сути, заболевание, которое имело абсолютно четкую анатомическую основу Оно относилось к психиатрическому заболеванию И определенный отпечаток на этих пациентах, социальный отпечаток Он прослеживался на протяжении всей истории И именно в середине XIX века были выявлены микроскопические признаки этого заболевания И началась его история А вот вы нам расскажите, все-таки нас смотрят больше гастроэнтерологи И, может быть, не все до конца понимают, что такое эндометриоз Ну да Немножко определение По сути, эндометриоз – это заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую из полости матки На эндометрии Начинает расти вне полости матки Все довольно просто Но нужно понимать, что это не совсем эндометрия Это измененная эндометрия, это метаплазированная эндометрия Эндометриоидно подобная ткань Но она не злокачественная, это доброкачественная заболевания Да, к счастью, это доброкачественное заболевание Онкологических коннотаций у этого заболевания практически нет Хотя есть данные Но это десятый-сотый доли процента То есть вероятность малигнизации эндометриоза То есть эндометрия начинает разрастаться где-то за пределами матки А где? Ну, собственно, первая и самая распространенная теория Которая до сих пор имеет место в умах наших коллег Это теория Сэмпсона Это теория ретроградной менструации То есть это довольно логичная история Связанная с тем, что клетки эндометрия Путем ретроградной менструации Через маточную трубу попадают в брюшную полость И, соответственно, происходит их имплантация Эта теория могла бы объяснить практически все Ретроградная менструация, она случается у подавляющего большинства женщин А к счастью, эндометриозом болеет только каждая десятая Поэтому на сегодняшний день не существует ни одной теории Которая бы объясняла все многообразие проявлений этого заболевания То есть через маточные трубы кусочки эндометрия Или какие-то клеточки даже попадают и прикрепляются к яичникам, к кишке К куда еще, к мочевому пузырю, к мочевому пучнику Нужно понимать, что это происходит не у всех То есть дальше наука двигалась таким образом Что как на каждую предыдущую теорию наслаивалось следующее Понятно, что на сегодняшний день нам абсолютно ясно Что история связанная с имплантацией эндометрия Она возможна только в том случае, если имеют место быть какие-то особенности генетического Генетические особенности, особенности иммунного статуса Которые, так скажем, позволяют имплантироваться эндометриями То есть должна быть все-таки какая-то предрасположенность Безусловно Фактор риска, что ли, да? Безусловно, это наследственность существует наследственная предрасположенность к этому заболеванию В сегодняшний день производились попытки поиска генов, которые могли бы быть ответственны за это заболевание Порядка 15 крупных исследований проведено за последние два десятка лет И ни одно из этих исследований не нашло каких-то определенных 100% генов, даже кандидатов Которые могли бы объяснять, почему эндометриозные А кроме генов, может быть, там большое количество родов, или абортов, или воспалительные заболевания, или там курение, алкоголь Здесь скорее наоборот эндометриозные заболеваниями инстрирующих женщин То есть чем чаще женщина менструирует, тем больше вероятность того, что у нее будет эндометриоз То есть это заболевание Почему оно сейчас, так скажем, более актуально? Потому что женщина откладывает реализацию репродуктивной функции на все более поздние и поздние сроки И в связи с этим риски этого заболевания несколько увеличиваются То есть чем раньше женщина родит и чем чаще она будет рожать детей, тем меньше риск эндометриоза Так если упрощать вот это все Абсолютно, да, лактация, беременность – это те состояния, при которых уровень гормональный фон Мы забыли сказать о том, что это, безусловно, гормонально зависимое заболевание То есть эстроген ассоциированный То есть высокие уровни эстрогенов увеличивают риск манифестации заболевания Увеличивают риск его прогрессирования И поэтому все состояния, связанные с таким стабильным уровнем эстрогенов Низким уровнем эстрогенов, они способствуют снижению риска этого заболевания Хотя это не всегда так, здесь ведь нужно говорить о том, что существует еще и экспрессия генов Экспрессия рецепторов к эстрогенам То есть не всегда абсолютная или относительно гиперэстрогеномия является Абсолютно гиперэстрогеномия является, так скажем, очевидной причиной развития эндометриоза Вполне вероятно, что и нормальные уровни эстрогенов И даже низкие уровни эстрогенов могут вызывать прогрессирование этого заболевания Например, эндометриоз в постменопаузе Не очень часто история, но это реальность То есть так бывает А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, ладно, про роды и про беременность А есть все-таки еще какие-то факторы внешние, регулируемые, которые, мы знаем точно, что вот у женщин, которые тот-то, тот-то, тот, например, принимают какие-то препараты Или питаются или с ожирением чаще страдают Или нет вот таких вот как... Нет, таких факторов нет Ну, есть мнение о том, что... Спорт, например Ну, то есть можем ли как-то на это повлиять образ жизни? Можно посмотреть на это немножко с другой стороны, да То есть существуют ли какие-то факторы, которые могли бы профилактировать эндометриоз Да, да То есть, ну, собственно, все исследователи сходятся в одном, что здоровый образ жизни, средиземноморская диета, небольшое количество красного вина То есть красное вино, это как-то хорошо Йога, йога, то есть умеренное занятие спортом, то есть все это, так скажем, позитивно сказывается на течении эндометриоза И, так скажем, можно говорить, наверное, о профилактике, да, но с очень большими оговорками Ну, то есть все-таки, если тебе суждено генетически, что эндометриоз разовьется, то, скорее всего, он разовьется Да, это так А вот вы сказали, одна теория, это ретроградная менструация, а еще какая-то есть? Скорее всего, существует, да, их более 20, да, то есть это гормональная теория, да, то есть связанная с преобладанием с гиперэстрогенным фоном, да То есть есть теории, технологические теории, есть теории, то есть связанные с... Они не исключают друг друга, они дополняют друг друга А вот еще я, по-моему, если мне не изменяет память, слышала что-то о гематогенной, или это уж совсем из области фантастики? Да, дело все в том, что для того, чтобы объяснять разные проявления эндометриоза, приходилось придумывать некоторые разные теории, да То есть существуют эндометриозы, экстрагенитальные эндометриозы, скажем, эндометриоз глаз, да, то есть вот есть такое заболевание Его надо было как-то... Серьезно? Да, его нужно было как-то объяснить Но на сегодняшний день все-таки есть понимание того, что различные ткани нашего организма под воздействием различных генетических факторов могут претерпевать метаплазию То есть, собственно, клетки, стволовые клетки и близкие к ним клетки, они могут под воздействием различных факторов И в сложившиеся условия у пациентов с определенным генетическим полиморфизмом, собственно, давать эндометриозно подобные клетки То есть это вряд ли диссеминация из матки, скорее всего метаплазия К счастью, все-таки метастатическая теория, это, ну, скажем так, не подтвердилась Да, то есть если бы он еще и метастазировал, здесь были бы большие проблемы Понятно Так, ну ладно, вот мы сейчас обсудили теорию, почему возникает Теперь мне интересно все-таки, прежде чем перейти к каким-то вот таким проявлениям со стороны желудочно-кишечного тракта Наверное, надо нам рассказать проявление эндометриоза все-таки со стороны половых органов Наверное, оно как бы в первую очередь, да, симптомы какие-то есть у женщин? Мы уже сказали о том, что, к счастью, это доброкачественное заболевание Но у этого абсолютно доброкачественного заболевания есть одна неприятная особенность, которая несколько роднит его со злокачественного популями Это способность к инфильтративному росту То есть доброкачественное образование, когда они увеличиваются в размерах, они раздвигают здоровые ткани И, собственно, да, так скажем, занимают чужое место, но при этом они никак не изменяют здоровую ткань Если мы говорим о эндометриозе, он обладает способностью к инфильтрирующему росту То есть, по сути, он прогрессируя, он прорастает здоровую ткань Прорастает ткань А в какой-то замкнутой полости, скажем, в очаге тазовой брюшине, в очаге эндометриоидной гетеротопии В тазовой брюшине, в яичнике, в ректовагинальной перевернутке То есть там, где находятся эти очаги И, безусловно, когда кровь контактирует с брюшиной И, так скажем, происходят ретенционные изменения в этом очаге Это, безусловно, больно Поэтому боль – это основной симптом эндометриоза Боль ассоциированная с менструацией Это основной и самый, так скажем, явный признак эндометриоза То есть, менструация, болезненная менструация – это не норма То есть, это должно быть понятно И то есть, основной, наверное, посыл Который, наверное, будет самым важным в нашем сегодня разговоре То есть для коллег, которые напрямую не занимаются гинекологией То, что болезненная менструация – это не норма То есть, если месячная болезненная значит для этого вполне возможно есть причина и эта причина наиболее вероятна причина это эндометриоз а вот я еще читала о том что эндометриоз очень часто сопровождается какими-то обширными слишком чрезмерными менструациями то есть кровопотеря обильная да или нет здесь нужно говорить о том что существует различные варианты эндометриоз естественно так называемый наружный генитальный эндометриоз то есть это все это все проявления эндометриоза которые возникают вне полости матки вне матки и есть внутренний генитальный эндометриоз у него синонимом этого заболевания называют аденомиоз когда эти очаги порастают матку порастают мышцу матки да то есть аденомиоз для него классической клиникой аденомиоза является гиперменструальный синдром То есть обильный месячный. Обильный, частое, нерегулярное месячное. Более того, эти два заболевания – аденомиоз и наружно-генитальный андометриоз – на сегодняшний день есть основания полагать, что это разные заболевания. Я как раз хотела спросить, насколько они… Это разные заболевания. С позицией сапогенетических позиций – это разные. С позицией генетики – это разные заболевания. В принципе, мы будем говорить об эндометриозе кишечника. Очень часто мы встречаемся с ситуацией, когда в брюшной полости практически нет проявлений наружного генитального эндометриоза, и при этом мы видим довольно серьезные изменения кишечника, пораженного эндометриозом. По сути, это аденомиоз кишки, то есть это заболевание мышечного слоя кишки. Этот факт подтверждает теорию. Остальная вся симптоматика, то есть симптоматика гиперменструального синдрома, это симптоматика болевая и симптоматика связанная со снижением фертильности. Это три основных проблемы. Гиперменструальный синдром – это проявление аденомиоза. Сложно сравнивать, что тяжелее гиперменструальный синдром или боли во время месячных. Это очень индивидуальная и субъективная вещь. Зависит от тяжести, от распространения. Поэтому это просто разные варианты. Они не исключают друг друга, они очень часто протекают совместно. Есть такое понятие, как наружно-бнутренний генитальный эндометриоз. А что касается бесплодия, то здесь причин бесплодия, ассоциированного с эндометриозом, их несколько. Во-первых, эндометриоз имеет в своем составе воспалительный компонент, который стимулирует спайка образования в брюшной полости. Это приводит к нарушению топографа, анатомических взаимоотношений органов малого таза, нарушению проходимости маточных труб. Но даже без таких тяжелых рубцово-спайочных изменений эндометриоз способен снижать целиарный транспорт в маточной трубе и препятствовать наступлению беременности из этих позиций. На сегодняшний день можно говорить о том, что примерно от 30 до 50% женщин, которые страдают бесплодием, в качестве причины этого бесплодия имеют эндометриоз. Это одна из лидирующих причин бесплодия. Понятно. Давайте мы сейчас у Артема Леонидовича спросим про проявление экстрагенитального, наружного. Правильно я использую терминологию эндометриоза? Более подробно расскажите нам, когда эти очаги прикрепляются к брюшине, к стенке кишки, какую симптоматику испытывают пациентки? Вы как колоректальный хирург, наверное, их часто видите, таких женщин. Поражение кишки, по правде, встречается, можно сказать, не так часто при всех случаях эндометриоза. Но по разным данным, я встречал цифры от 10 до 30% есть какие-то очаги мелкие. Но из них требуют вмешательства, резекции кишки буквально в мировой литературе 1% от всех больных эндометриозом. В нашей клинике, в нашей команде этот процент выше, потому что у нас концентрируются эти пациентки именно с тяжелыми формами эндометриоза. Поэтому, да, мы чаще там оперируем более тяжелые формы, и поэтому нам кажется, что они кругом, и пациентов действительно очень много. Но сильности все-таки это не совсем так. Проявления могут быть самыми разными. Иногда достаточно крупные инфильтраты, поражающие наружные оболочки стенки кишки, не дают никакой принципиальной симптоматики, женщины страдают от болевого синдрома, от бесплодия. И почему мы подключаемся? Потому что, чтобы пациентке помочь с этими проблемами, удалить все эти проявления болезни, гинекологи идут на операцию, они не могут оставить, то есть если они оставят этот очаг, то, скорее всего, к нему придется вернуться через полгода, через год, через два, потому что симптоматика снова. А вот про боли расскажите, все-таки она, я так понимаю, не постоянная, да? А в зависимости от того, какая фаза менструального цикла, там, вот эта боль, она может усиливаться, ослабевать или нет? Или это постоянный болевой синдром? Классическая картина, все-таки боли связаны с месячными. То есть когда месячных нет, не болит? Да, то есть более прогрессивная форма эндометриоза, тяжелая форма эндометриоза, к которым, безусловно, стоит отнести эндометриоз кишечника, часто характеризуется формированием так называемого синдрома хронических тазовых болей. Это уже больше связано с тем, что кишка проражает, там происходит такое фиброзное изменение стенки кишки, она может закручиваться, выглядеть в виде восьмерки, петли фиксированной. И, соответственно, во время... То есть это что-то типа спайк, что ли, да, образуется? Да, фиброзные, грубые такие рубцовые спайки, которые дают сами по себе болевой синдром, нарушение проходимости. И здесь мы имеем дело с заболеванием, которое не очень типично для нас, вот как коллапрактологов, у нас болезни в основном все-таки со слизистой, растут внаружи, скажем так. А здесь поражение извне, внутрь, поэтому... И стенка прорастает. Прорастает до слизистой, и слизистая сама по себе поражается достаточно редко. То есть вот в этом, скажем так, проблема иногда с диагностикой... То есть на колоноскопии этого не увидите? Далеко не всегда. То есть мы можем, может быть, наверное, больше половины случаев эндоскописты, наверное, вообще ничего не заметят. Только если обращать внимание, они могут увидеть ригидность стенки, малоподвижность в этой зоне. Это, как правило, верхнеапулярный отдел и как-то сигмоидный изгиб. То есть чаще поражается прямая кишка и сигмовидная кишка? Да, здесь как бы вот эта локация между... Ну, маточно-ректальное углубление, да, угласа в карман. Туда как бы ложатся эти клетки, и происходит фиксация вместе с матки, придатков, кишки, и перестанет фиброзом. То есть вот для нас, для гастроэнтерологов, значит, симптоматика – это боль, которая усиливается во время менструации, это может быть кишечная непроходимость, да? Типичная такая вот проблема у пациентов, у которых эндометриоз пророс до слизистой или почти до слизистой, это именно ректальные кровотечения во время менструации. Именно во время менструации, это вот такой диагностический... Насколько часто это бывает? Не очень часто. Это редко бывает, но если вот вы, пациент предъявляет такие жалобы, в первую очередь надо думать об эндометриозе. И жалобы, которые возникают, зависят от локации. Эндометриоз чаще всего поражает прямую сигмовидную кишку, но 20% – это поражение правых отделов толстой кишки, перехода подвздошной кишки в скрипую кишку, аппендикса, как мы говорим, правого угла или цикального угла. И здесь уже могут быть другие жалобы, и мы встречаем жалобы, похожие на приступ острого аппендицита, потому что... Каждый месяц повторяется приступ острого аппендицита, да? Да, и пациентки ложатся, хирурги... А, кстати, бывают такие, которые... Во-первых, хирурги могут сказать, что аппендицита может уже и не быть к этому моменту, а жалобы есть. Соответственно, это такие боли по типу аппендицита, но не аппендицит без синдромов раздражения брюшины, лейкоцитоза и всего остального, классических симптомов аппендицита. И в более тяжелом проявлении, так как подвздошная кишка в этой зоне достаточно узкая, сам по себе, то небольшие инфильтраты могут приводить к нарушению проходимости. Они так имеют еще такой... могут вид такой перекрученные кишки, как бы скрученные, как узел. Покажем, вот у нас есть какая-то картинка, попросим режиссера, да, вывести. Это вот как раз... это что за кишка тут у вас на фотографии? Здесь настолько измененная кишка, что... Это ректосегмойный отдел. Да, это, скорее всего, ректосегмойный отдел, но типичная картина, вот скрученные рубцами, стенки кишки, брыжейки. Но это уже не эндометриоз, это вот именно рубцовая ткань здесь, да? Это проявление эндометриоза, то есть он может быть, как мы говорим, свежий и более такой... То есть эндометриоз, вот те воспалительные изменения, которые проходят в очаге, они, в общем-то, приводят к фиброзу, как к исходу этого воспаления. И поэтому такая деформация, рубцовая деформация кишки, она очень характерна для эндометриоза. Если такая деформация на подвздошной кишке, это будет проявление нарушения кишечной проходимости, это тошнота, рвота, вздутие живота... То есть типичная кишечная кишечная... Кишечная непроходимость, да, которая при рентгене или КТ будет диагностирована как кишечная непроходимость. Ну, 20% из всех пациентов, которые поражены эндометриозом кишечника, это вот приходится на эндометриоз правой половины. Они часто бывают совместно, то есть и прямая кишка, и правая половина. Если вот говорить про имплантационную теорию, то это, как мне кажется, вот чаще наблюдается у пациенток с долихоколоном, с опущенной слепой, низко опущенной слепой кишкой. Говорят по-русски, слепая кишка в малом тазу находится, и получается, что это все в одном месте. Матка, ректосигмоид, слепая кишка, аппендикс, и, соответственно, имплантация происходит, скорее всего, вот этим механизмом легко. Наверное, более высокое расположение слепой кишки, как это бывает, печеночная, это от этого может спасти. Хотя, конечно, заболевание очень такое интересное, загадочное, сколько я с ним встречаюсь, каждый раз думаешь, ну нет, наверное, ничего уже удивить не может. Следующий случай всегда найдется, чему удивить. Но надо отметить, что именно поражение тощей кишки, то есть максимальных отделов, начальных отделов тонкой кишки, редко очень встречается. Это именно терминальное отдело подвздошной кишки. То есть все то, что ближе находится к матке, да, анатомически? Скорее всего, да, но это догадки, то есть мы не можем, нет какой-то подтверждающей теории. Вот те данные, кстати, с данной статистики, которые, так скажем, вот они в среде гинекологов, так скажем, то, чем мы оперируем для себя, есть такое определенное правило десяток. То есть примерно каждая десятая женщина страдает эндометриозом. Примерно каждая десятая женщина, страдающая эндометриозом, имеет эндометриоз, колоректальный эндометриоз. И каждая десятая женщина из когорты с колоректальным эндометриозом может иметь эндометриоз тонкой кишки, аппендикс. То есть такая вот пирамида, убывающая пирамида. Говорить о том, что там это абсолютно точно связано, почему так происходит, мы не знаем. Наверное, будет честно сказать, мы не знаем, а именно так. Можем только догадаться. Стоит строить предположения. Я бы хотел в отношении клинической картины дополнить, может быть, завершить эту тему с клинической картиной тем, что на сегодня в клинической практике самое важное, что мы можем сделать с первичными пациентами, это стратифицировать их по выраженности боли. Для этого это на самом деле очень просто. Существует визуально-аналоговая шкала боли. И в соответствии с этой визуально-аналоговой шкалой мы должны выделить несколько моментов. Это выраженность дисминарии от 1 до 10, выраженность диспараунии, не сказали об этом, а боли при половой жизни. Это тоже довольно частая клиника эндометриоза с учетом его преимущества локализации. Также от 1 до 10 дисхезия. Это что такое, поясните? Нарушение функций кишечника. Это что, запоры диареи? Боли, связанные со стулом. То есть боли во время дефекации. Да, боли во время дефекации. Также от 1 до 10. И хронические тазовые боли также от 1 до 10. Редкий симптом, который также бывает. Мы, может быть, сегодня об этом поговорим. Это дезурия. То есть боли, связанные с мочеиспусканием во время месячных. Это часто бывает. Вот если пациентка с синдромом хронических тазовых болей, то есть с такими... Те пациентки, о которых вы рассказывали, которые постоянно ходят и жалуются на боли внизу живота. Если они будут стратифицированы с учетом вот этой методики визуально-аналоговой шкалы, многое встанет на свои места. Если пациентка будет рассказывать о выраженных болях, связанных с месячными, это сразу же должны поставить ее в очередь на экспертное УЗИ. То есть для того, чтобы провести диагностический поиск дальше. То есть нужно искать причину этих болей. А она, на самом деле, у большинства женщин, она связана все-таки с эндометриозом. И искать нужно в этом направлении, если других причин нет. Понятно. Я вот еще просто хотела добавить, тоже готовясь к передаче, читала статьи об эндометриозе кишки. И есть еще тоже такая теория о том, что эндометрия, вот эти эндометриоидные очаги вырабатывают, или продуцируют, или что там вокруг них, происходит выработка просто гландинов. Веществ, которые в том числе влияют и на сократительную функцию кишки. И поэтому пациентки с эндометриозом частенько страдают не только от органических поражений, но и от функциональных болей. То есть спазмы в кишке, там нарушение стула по типу то запора, то диареи. То есть вот эта вот клиника, она очень сильно переплетается. Вот эти функциональные симптомы, типично гастроэнтерологические вздутия, диарея, спазмы. Плюс вот эти вот ваши более серьезные симптомы, которые вызваны там обтурацией, стронгуляцией, кровотечением и так далее. Вот поэтому на самом деле тут достаточно обширная такая гастроэнтерологическая в том числе симптоматика. Ну давайте теперь перейдем к тому, как мы должны, вот если мы заподозрили, что все-таки это эндометриоз, кишки, с чего мы должны начать? Есть ли там нужда сделать анализы крови, будут ли там какие-то воспалительные изменения, там анемия, что-то? Нужно ли нам УЗИ, колоноскопия, там КТ, МРТ, что? Куда бежать и как действовать? Ну, к сожалению, не существует скринингового метода, который позволил бы определить группы риска. То есть не существует, таких методов нет. Пытались найти биохимические маркеры, такие как СЕИ-125, то есть онкомаркеры. Но, в общем, это не работает так или иначе. То есть не существует на сегодняшний день эндометриоза, скрининга нет. Поэтому, по сути, единственный способ объективной диагностики эндометриоза это методики, связанные с визуализацией. Это ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная томография. Все было бы просто, если бы не было так сложно. Проблема в том, что ультразвуковая диагностика и МРТ-диагностика эндометриоза это крайне операторозависимые методы. То есть должен быть эксперт, который умеет это делать. Безусловно. Здесь крайне важно, чтобы человек, который интерпретировал эти исследования, имел достаточно опыта диагностики этих заболеваний и был нацелен на поиск этой патологии. То есть, по сути, направить пациента на ультразвуковое исследование, так скажем, не имея никакого контакта с врачом ультразвуковой диагностики, просто, так скажем, в плановом порядке, не принесет никакой пользы. А имеет значение, в какую фазу менструального цикла направляется? Классические исследования при эндометриозе проводятся с 5-го по 9-й день менструального цикла. То есть в начале? Да, в первую половину. А куда направлять? Тогда нам скажите, где эксперты? Да, я хотел бы коснуться этого момента. Дело все в том, что в последнее время несколько поменялась парадигма в плане диагностики эндометриоза. То есть, когда мы стали говорить, а сейчас об этом говорят абсолютно точно, в течение последних, может быть, года-двух, о том, что диагностическая лапароскопия перестала быть золотым стандартом в лечении эндометриоза. В диагностике. В диагностике, да, прошу прощения. В диагностике эндометриоза. Хотя, в принципе, ранее это было именно так. То есть мы говорили о том, что да, лапароскопия – это золотой стандарт в диагностике эндометриоза. Почему? Потому что до последнего времени не существовало технических возможностей и методических рекомендаций по диагностике эндометриоза, методам УЗИ, ультразвукового исследования или МРТ-диагностике. На сегодняшний день существуют целые группы, исследовательские группы, которые дают свои рекомендации по исследованиям пациенток с подозрением на эндометриоз как ультразвуковых методик, так и, собственно, методик магнино-резонансной томографии. И это позволило, собственно, дальше продвинуть хирургию. Поскольку, как вы понимаете, есть разница в том, в какой момент мы поставили диагноз. То есть если мы поставили диагноз на операции, то спланировать эту хирургию довольно сложно. Если же мы поставили диагноз до операции, то мы можем спланировать, собственно, все от состава операционной бригады. Объем вмешательства? Да, то есть мы можем спланировать. Кого позвать? Нужен колоректальный хирург или нет? Ну, то есть вот и поэтому вот общемировая практика, она заключается в том, что для того, чтобы хорошо лечить, диагностировать эндометриоз, нужны центры компетенции. Это идея, которая витала в воздухе очень давно, и она реализована во многих странах Европы. И, по сути, все пациенты с подозрением на эндометриоз, они должны пройти экспертом на ультразвуковое исследование. То есть у человека, у врача ультразвуковой диагностики или у человека МРТ-диагност, который имеет достаточный опыт диагностики эндометриоза. А где у нас сегодня такие центры? На сегодняшний день первым центром специализирующимся на хирургии эндометриозы стал центр хирургии эндометриозы, организованный на базе клиники Фомина. И, собственно... Это только в Москве или в регионах тоже? Это на базе флагманского госпиталя на Мичуринском проспекте. Там, собственно, появилась возможность объединить специалистов, которые, собственно, работают в отношении эндометриоза. Каждый в своем направлении – это гинекологи, колоректальные хирурги, врачи, ультразвуковой диагностики. И, собственно, это позволило правильно ставить диагнозы и, собственно, правильно планировать хирургию и выполнять ее в полном объеме. Так, ну, Александр Михайлович, вот, допустим, те, кто живут в Москве, они могут обратиться к вам на УЗИ и уже понять, да? Вы подняли ваш дождь. А в других регионах это все-таки лапароскопическая диагностика, да? Лапароскопическая диагностика, если диагноз поставлен на лапароскопию, здесь можно поставить, по сути, равно с тем фактом, что хирургия не будет радикальной. Ну, можно же провести диагностику, а потом еще раз сделать лапароскопию с целью. Или так не делают? Ну, собственно, во-первых, хирургия, это всегда, это мероприятие связано с высоким риском. И, так скажем, сходить несколько раз в животное, это не очень правильно, да? Ну, и потом, так скажем, нам важно понимать, какие пространства поражает эндометриоз. Потому что эндометриоз поражает брюшной полости, конечно, он поражает органы брюшной полости, но также он поражает забрюшенное пространство. И вот объем поражений в забрюшенном пространстве на лапароскопии мы не можем... А УЗИ видит это? УЗИ МРТ может нам определить. На операции это может быть так, что мы видим инфильтрат, начинаем с ним работать, разделять, и понимаем, что гинеколог понимает, что он провалился очень глубоко, глубже, чем уровень его компетенции. Поэтому, конечно, лучше об этом знать заранее. Те же самые вот колоректальные резекции, которые мы делаем, они выполняются с помощью специального... Ну, нужно определенное знание, оборудование. То есть надо быть заранее готовым? Надо быть готовым и надо иметь достаточно дорогостоящее оборудование и технику, которая позволит сделать эту хирургию малоинвазивно-лапароскопически, безопасно и позволит сделать хирургию с низким риском осложнений. Если сказать про диагностику, наверное, вот мне, как колоректарный хирурга, там, больше, может быть, онколога, да, вот по своему основному месту работы, ну, меня очень так заинтересовал факт, мы-то от УЗИ диагностики-то вообще давно отошли уже, именно в гастроэнтерологии, в колопертологии, ну, кроме, там, очень отдельных областей. И наш паттерн такой, что КТ, МРТ, это все покажет, мы все, мы сами все посмотрим, мы все разберемся. Здесь не работает, ну, практически совсем. КТ очень малая эффективная диагностика, и когда мы очень так сильно задумывались, как же диагностировать поражение правых отделов, когда там небольшие инфильтраты, но они перекрывают просвет кишки тонкой, и их приходится на операцию удалять. Оказалось, что действительно УЗИ диагностика здесь, в этой болезни, в этой специальности, в экспертных руках, она прям чудесно творит. И соответствие между протоколами, заключениями и тому, что мы видим на операции, ну, зачастую стопроцентное. Чего себе. Но мы поставили задачу для УЗИ, чтобы они смотрели правое дело или цикальный угол, они стали смотреть, они нам стали расписывать то, как есть, как нет. А вот про МРТ вы еще сказали, это когда, в каких случаях делать? Ну, те исследования, которые существуют на сегодняшний день, говорят о том, что диагностическая ценность УЗИ и МРТ, она в экспертных руках, она абсолютно идентична. То есть нет преимуществ ни у одного из методов. Но поскольку ультразвуковое исследование дешевле и доступнее, то, в общем-то, УЗИ занимает лидирующие позиции в диагностике эндометриоза. Но эти методы не стоит противопоставлять, понятно, что… В идеале сделать и то, и другое. В идеале сделать и то, и другое. Да. Может быть, максимальная информация. Если мы считаем, что нам недостаточно информации по данным ультразвукового исследования, мы предлагаем сделать МРТ. Но крайне важно сделать это именно в экспертных руках. Так, я поняла. Значит, основной метод диагностики – это никакие не анализы крови, ничего. Это вот визуализация ультразвукового. Это сбор анамнеза, УЗИ и колоноскопия наша любимая. Да, а колоноскопия что нам дает? Она нам практически ничего не дает. Она нам дает только в самых запущенных случаях информацию… Когда есть прорастание уже. Прорастание, да. Триктура кишки, да. Но для чего она все-таки нужна? Да, если мы планируем хирургию, и хирургия может сопровождаться резекцией кишки. Мне вот как специалисту, мне было все-таки интересно знать, что у пациентки нет язвенного колита, полипов, опухоли и прочих патологий. Для исключения сопутствующих. Да, потому что мы оперируем орган, или, возможно, потенциально оперируем, чтобы не было другой патологии, которая может повлиять на… Поэтому, ну, с такой вот скрининговой, диагностической, нужно делать. Находы редкие, ну, вот здесь красивые, я думаю, можем продемонстрировать. Окажем? Так, ну, допустим, вот мы провели исследование в экспертном центре, поняли, что там есть распространенное поражение кишки. И какие дальше у нас методы лечения? Первый у меня вопрос, есть ли вообще консервативное лечение, потому что вот у меня в памяти осталось, что эндометриоз все-таки можно там лечить какими-то гормональными препаратами, назначать какие-то препараты прогестерона, оральные контрацептивы, там что-то такое. Но это, наверное, все из прошлого, да? Вера Легоновна, можно я еще немного остановлюсь на диагностике? Давай. То есть в плане диагностики, что нам очень помогает в плане диагностики? Ну, то есть здесь есть очень прямая связь между той темой, которую мы сейчас начали, лечение и диагностика. Потому что, ну, как бы, если говорить об оперативном лечении, о хирургии, то, чем мы, в общем-то, занимаемся, то основная задача хирургического лечения заключается в том, что максимально полный сечь все проявления заболевания. Мы отдаем себе полный отчет в том, что мы, собственно, хирургии не останавливаем болезнь, да? То есть мы не сделаем ничего, чтобы ее остановило. И, по сути, цель хирургии заключается в том, чтобы откатить это заболевание на какие-то начальные позиции, да? То есть на сегодняшний день, вот, это не только проблема нашей страны, это вообще мировая практика. То есть задержка с постановкой диагнозов. То есть время, которое проходит от манифестации заболевания до того момента, когда пациентка получает то лечение, которое ей необходимо, оно составляет годы. Это от 8 до 12 лет. То есть 8-12 лет – это время задержки с диагнозом. Так вот, по сути, это заболевание, которое течет медленно. Но, к несчастью, мы, как правило, сталкиваемся уже с ситуациями, когда клиника настолько выражена, что, собственно, нужно заниматься хирургией. И хирургия, она позволяет вернуть пациентку на прежние позиции. Так вот, для того, чтобы нам правильно соперировать пациентку, нам крайне важна предоперационная диагностика. И основным и очень важным фактором предоперационной диагностики является ее выполнение в соответствии с теми критериями, так называемыми. Существуют организации, существуют ассоциации, которые регламентируют, которые позволяют врачам ультразвуковой диагностики правильно проводить регламент исследования и правильно классифицировать заболевание. То есть, существует классификация, так называемая классификация энзиан. Она позволяет врачам ультразвуковой диагностики показать, какие области брюшной полости, в малом тазу, какие органы и как поражены. То есть, в связи с этим мы знаем, какой объем операции нам предстоит. То есть, в зависимости от этой классификации вы уже примерно понимаете, как вы будете. Более того, эта классификация универсальна в том плане, что она универсальна и для хирургов, и для врачей ультразвуковой диагностики. То есть, во время оперативного лечения мы классифицируем эту же пациентку по этой же шкале. Соответственно, мы можем сравнить, насколько правильный был диагноз предоперационный. Соответственно, врач ультразвуковой диагностики получает обратную связь. Тем самым он растет. То есть, именно это единственный способ, который может помочь врачу вырасти в диагностике этого заболевания. То есть, других способов не существует. Врач ультразвуковой диагностики должен быть частым гостем в операционной. И только так, получается, стать экспертом. Соответственно, он должен быть где-то в центре, где проводится хирургия. Просто быть где-то в диагностическом центре и не получается. Ну, собственно, когда мы подходим к вопросам лечения, то здесь уже встает вопрос, то есть, чем мы можем помочь. И мы понимаем, что заболевание, по сути, неизлечимое. То есть, мы не можем вылечить заболевание. И в чем стоит наша задача в данный конкретный момент времени? Какова задача пациентки сейчас? То есть, какую симптоматику мы можем ей облегчить? Мы уже об этом говорили. Это боли, бесплодие, нарушение функции органов прораженных. То есть, есть препараты, которые мы используем в своей практике для лечения, прежде всего, болей, связанных с эндометриозом. То есть, те препараты, их объединяет, собственно, то, что они снижают либо уровень эстрогенов в крови, либо нивелируют, собственно, действие эстрогенов на тканевом уровне. Ну, по сути, эти препараты, к сожалению, не существует препаратов, которые могли бы откатить ситуацию, повернуть ситуацию вспять. То есть, те изменения, которые произошли, они уже произошли. То есть, максимум, на что мы можем рассчитывать, это на то, что препараты несколько притормозят развитие эндометриоза, которые, так скажем, заморозят ситуацию и не дадут ей развиваться по максимально негативному сценарию. То есть, мы отдаем себе отчет, что, в общем-то, как бы это облегчает пациентке боль, прежде всего, но не решает проблему радикально. Поэтому, как правило, в лечении эндометриозы используется сочетанный метод лечения. То есть, это ситуация, при которой мы используем хирургию для того, чтобы обнулить болезнь и консервативные методы лечения, которые позволяют препятствовать ее рецидию. А вот про хирургию расскажите. То есть, в каких случаях, вот раз уж у нас есть колоректальный хирург, значит, мы понимаем, что иногда доходит и до резекции кишки на операциях каких-то радикальных. В каких случаях вы идете на такие меры, а в каких случаях, я так понимаю, есть какие-то органосохраняющие, что вы делаете, что вы там откусываете эти очаги эндометриозные, там сбриваете, что происходит? Да. Зависит от площади и глубины поражения. И небольшие очаги, там, до трех сантиметров, не поражающие полностью стенку кишки, да, они могут быть иссечены, удалены с помощью ножниц. При необходимости дополняется стенка кишки и укрепляется швами. То есть, это лапароскопическая операция, да? Да, называется шейвинг, да. Шейвинг – это сбривание. В большинстве случаев, большинство операций в этом и заключается. Но есть глубокие формы, когда полуциркулярно, циркулярно, протяженно. Мы нередко сталкиваемся, когда есть инфильтраты один за другим, один инфильтрат, через 10 сантиметров другой инфильтрат, который перекрывает просвет кишки. Их уже так не… И если нет подготовки, нет специализированной команды, то это просто оставляется, как правило. Но эти пациентки снова приходят. И почти все пациенты, которых мы оперируем, они имели от одной до трех, до пяти операций по поводу эндометриоза уже в анамнезе. И, соответственно, они почему-то к нам приходят, они их беспокоят. Мы уже вынуждены решать проблемы эти радикальные. И, как говорили раньше, это доброкачественное заболевание с некоторыми такими особенностями, свойственными, вот инфильтративный рост, злокачественным. Но, тем не менее, это доброкачественное заболевание, и вот в своей практике коллективного хирурга мы меняем парадигму полностью, потому что это не операция по поводу рака кишечника, здесь не требуется лимфодисекция, здесь можно выполнить и резекцию можно выполнить органовосберегающие. То есть небольшую часть. Сохранив сосуды, сосуды, нервы максимально, но убрав болезнь, то есть, скажем так, агрессия хирургическая, но в тех минимальных формах, в которых она требуется. И вторая задача, мы должны сделать это максимально безопасно, так, чтобы все швы, которые потом, они все состоялись. И, конечно, основной вопрос пациента, который приходит, будет ли стома, будет ли вывод кишки. Да, вот я тоже хотела спросить. И, ну, здесь это сложный вопрос, мы для того, чтобы стомы не было, прибегаем к самым различным маневрам, мобилизуем кишку достаточно широко, ее низводим так, чтобы легла кишка без натяжения, чтобы она была хорошо, как раз нам жалость, сохраняем сосуды. То есть, много-много есть моментов по повышению надежности нашего лечения, и в нашей практике риск стомирования составляет на данный момент около 2%. По нашему опыту операции, это уже на фоне вразившихся осложнений, и те стомы, которые потребовалось вывести, там, единственную пациентку, там, которая потребовалась вывести стому при очень тяжелом поражении, но многих сразу же. Поэтому, ну, можно сказать, что риск мы этот понизили. Абсолютно его убрать невозможно, но он минимальный среди, в общем, таких вот операций. Ну, нужно отметить, это все-таки молодые пациенты, это не онкологические пациенты, ослабленные, да, то есть, как правило, процессы репаративные. Да, и здесь то, что мы делаем этим пациентам, наверное, у наших пожилых пациентов с онкозаболеваниями давало бы больше процентов осложнений, это мы понимаем. Поэтому здесь мы идем на некоторые большие риски, делаем иногда резекции двух участков с двумя анастомозами, с двумя швами. И максимально мы делали резекции трех участков и микро. Ну, да, у этих всех пациентов все обошлось. Вот. То есть, здесь можно пойти на определенные риски. Все-таки молодые, действительно, здоровые пациентки. Но, конечно, все равно встречаются у нас пациентки с непроходимостью кишечной, тут тоже надо уже менять немножко тактику. Ну, проблема такая непростая, но подходы к ней, в общем, уже определены. И, скажем так, это ранее нестандартизированная хирургия, сейчас она становится все более и более стандартизированной. Вот я хотела сказать, вот, наверное, тоже трагические такие ситуации бывают, что у пациентки нет установленного диагноза, и вот она попадает с кишечной непроходимостью в обычные стационары к обычным хирургам, и там, наверное, делают более обширные какие-то радикальные операции. Абсолютно так, да. Да, это, как пример, вот пациентка, которая поделилась 3 анастомоза, она была оперирована по экстренному в онкоцентре, одном из онкоцентров нашей Родины, в 28 лет, и ей сделали абсолютно стандартную операцию с лимфодиссекцией, правосторонней гемиколектомии, при этом остались все очаги на прямой кишке, на сигмовидной кишке, и нам пришлось все это учитывать, и делать и резекцию прямой кишки, и низкой резекции тонкой кишки. Вот, к сожалению, да. Другой аспект, и я сам был этому свидетелю, еще будучи совсем юным доктором, когда по поводу эндометриоза, в конечном итоге, прямой кишки, выполнялась операция, как при саркоме, с удалением матки, придатков кишки, состомой, и потом гистологически это был эндометриоз. Как важно вовремя. Гипер-гипер такая, да. Да, то есть, здесь нужно сказать, что действительно диагностика является половиной в лечении заболевания. Артем Леонидович уже говорил о том, что действительно заболевание стандартизируется, и подходы к нему стандартизируются, хирургические, и они настолько стандартизированы, что на сегодняшний день можно, в общем-то, в сантиметрах и в миллиметрах говорить о том, что оперировать сантиметрами и миллиметрами, можно говорить о том, какой объем операции пациентке предстоит. То есть, действительно, там, имеет значение глубина поражения стенки, да, то есть, буквально там, все, что более 9 миллиметров, там, не подлежит шейвингу, да, допустим. Все, что больше трех сантиметров, пятно поражения более трех сантиметров, также не подлежит шейвингу, потому что риск шейвинга, риск неблагоприятных исходов шейвинга выше, чем риск, скажем, сегментарной резекции. То есть, на самом деле, подходы действительно стали стандартными, но для того, чтобы их воплотить и реализовывать, нужно вовремя поставить диагноз. Нужно вовремя поставить диагноз, да, это ключевой момент. А покажем, да, вот у вас вроде тут есть фрагмент операции. А, да, и можно показать несколько фотографий. А вот я еще, пока вы ищете видео, хотела спросить, а были у вас такие случаи, что вот вы прооперировали, сделали там резекцию нескольких участков кишки, а потом женщина благополучно беременеет, вынашивает репривка? Да, на самом деле, да. Да, и очень приятно, когда мы видим эти фотографии из роддомов с детьми. Ну, скажем так, в практике мне, на самом деле, очень интересно наблюдать реакцию колоректальных хирургов на это, потому что в практике врача-гинеколога, если не обыденная ситуация, все равно это такая живая история, но на колоректальных хирургов видишь… Они радуются, как дети, да. Да, это удивительный опыт, когда от наших операций с резекцией кишки, которые, слава богу, все нормально прошли, потом, ну, как бы, конечно, не она причина, но она, как бы, один из таких… Нет, именно она причина. Одна из ступенек к появлению новой жизни. Понятно. Ну, давайте вот сейчас коротенько покажем. Это фотография, то есть, это фотография начала фактически хирургии, так называемый замороженный таз. То есть, здесь довольно сложно определить, где какие органы, да, то есть, в общем-то, они находятся в едином конгломерате, это и кишечник, и маточные трубы измененные, и сама матка. То есть, в общем-то, это типично для эндометриоза, то есть, грубые изменения анатомии в малом тазу, они типичны для эндометриоза. И именно вот на этом этапе, вот с этого этапа, в общем-то, начинается хирургия гинекологическая, да, которая, по сути, двигается в направлении восстановления топографа анатомических взаимоотношений органов малого таза. А если мы посмотрим чуть дальше, следующую картинку, то здесь, собственно, вот несколько другая картина, да, вот то, о чем я говорил, бывают ситуации, при которых изменений со стороны органов малого таза, то есть, репродуктивных органов, практически нет, но при этом довольно серьезные изменения на кишке, то есть, вот с деформацией в ректосигмоидном отделе, и здесь вот не очень вошло, не вошло полностью, вот в верхнем крае экрана есть еще один очаг эндометриоза, то есть, фактически, это мультифактивный, локальное поражение эндометриозом кишки, то есть, лапароскопия, она идеальна для диагностики и лечения эндометриоза, то есть, поскольку, вот, доступ к позади маточного пространства лапароторным доступом крайне неудобен, а лапароскопия, используя увеличение, и такой вот специальные приемы работы с оптикой позволяет делать замечательно. Здесь тоже поражение кишки, мы видим тут крестцово-маточные связки, фиксированный фильтрат прямой кишки, то есть, в общем, довольно типичная картина. Если, я бы хотел буквально нескольких, да, вот здесь шейвинг, вот как раз то, о чем мы говорили, то есть, объем операций, по которым срезается, есть возможность, эндометриоз не прорастает еще глубоко кишку, есть возможность срезать с поверхности кишки измененные. Волокно мышечные. Да, то есть, здесь фактически вот эта измененная ткань, она в зажиме, да, а неизмененная ткань кишки, она вот здесь освобождена от заболевания. Вот, я бы сейчас хотел поменять еще картинку, если я не против. Ага, да, давайте еще посмотрим. Что-то я еще хотела у вас спросить. Ну, в общем, если у нас все-таки есть такое подозрение на пациентку с эндометриозом, мы ее, по крайней мере, в Москве можем направлять к вам в клинику Фомина, и вы там тоже как пирог задействовали. Да. Вот идея заключается в том, чтобы мультиплицировать наш опыт, который мы сконцентрировали в своем центре, на регионы. То есть, мы сейчас пришли к пониманию того, что нам нужны специалисты в регионах, которые могли бы качественно диагностировать эндометриоз. Именно с этой целью мы решили организовать курсы по экспертной диагностике, ультразвуковой диагностики эндометриоза. Обучающие курсы, да? Да, с хирургических позиций. То есть, там, где будет у нас возможность предоперационной, интероперационной ультразвуковой диагностики, где у курсантов будет возможность самостоятельно выполнить ультразвуковое исследование и тут же, собственно, увидеть, получить обратную связь он сайт. Так, и кто хочет попасть к вам на обучение? Да, можно перейти по QR-коду. Покажите, пожалуйста, нам QR-код, но я не знаю, насколько смогут зрители с экрана, но, по крайней мере, наверное, можно зайти на сайт клиники Фомина, и нам эта информация будет. Да, конечно. Мы будем рады всем, то есть, каждый месяц эти первые мы будем их проводить. Понятно. Ну, здорово, что у нас в стране есть такие передовые специалисты, которые спасают жизни и судьбы нашим женщинам. Ну, наверное, мы на этом будем прощаться, потому что время наше вышло. Мы как раз уложились. Спасибо вам большое за очень увлекательную, мне кажется, полезную беседу и нашим врачам, гастроэнтерологам и терапевтам. Очень важно это все знать, дорогие коллеги, и будем более пристально обращать внимание свое на женщин, которых мы раньше считали эмоционально неравновешенными. Все-таки будем помнить о том, что есть такое заболевание достаточно серьезное и тяжелое, как эндометриоз. Ну, все, дорогие друзья, будем прощаться. Большое вам спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok